Исакогорская библиотека номер 14 предлагает вашему вниманию презентацию «В мире детства» Елены Благининой. Благинина Елена – известная русская поэтесса и переводчик. Ее биография тесно связана с миром детства. На добрых и душевных стихотворениях этого автора выросло не одно поколение читателей. В основе творчества Елены Александровны лежит русский фольклор. Ее стихи, песенки, сказки искрятся добрым юмором, а темы – окружающий мир, забота матери о ребенке, деревенская природа, близки и детям, и взрослым. Уроженка села Яковлево Орловской губернии Елена появилась на свет 14 мая 1903 года в семье железнодорожника. И хотя семья была рабочей, здесь большое внимание уделяли чтению и образованию. Учиться Елена начала в Мариинской гимназии в своем родном городе. А далее, мечтая работать учительницей, она поступает в педагогический институт и ежедневно отправляется своих тонких на веревочной подошве в башмаках за 7 километров на учебу. Педагогом Благинина не стала. Не окончив пединститута, она в 1922 году поступила в Высший литературно-художественный институт имени Брюсова. После работы она шла в политехнический институт, слушала Луначарского и других поэтов этого периода. На этих выступлениях она впервые увидела и услышала Маяковского, Асеева, Пастернака, Антокольского. И, конечно же, она уже пишет сама. В 1921 году в сборнике «Начало» было опубликовано первое стихотворение Елены Благининой «Девочка с картинкой». Стихи, с которыми она выступала на студенческих вечерах, публиковались в сборнике «Золотое зерно» и в «Альманахе первом» Курского союза поэтов. В 1933 году в журнале «Мурзилка» были опубликованы ее первые стихотворения для детей «Лейка», «Полейка рассаду скорее» и другие. С этого же года Елена Благинина становится постоянным автором детских журналов «Мурзилка» и «Затейник», а позже она становится их редактором. Также в этот период Елена Александровна много работает и в 1936 году публикует свои первые книги для детей «Осень» и «Садко». А в 1939 выходит самый известный ее сборник «Вот какая мама». С 1938 года Елена Благинина входит в союз писателей СССР. Самое известное и самое знакомое для каждого стихотворение, написанное Еленой Александровной, это «Посидим в тишине». Мама спит, она устала, но и я играть не стала. Я волчка не завожу, а уселась и сижу. Не шумят мои игрушки, тихо в комнате пустой, А по маминой подушке луч крадется золотой. И сказала я лучу, я тоже двигаться хочу, Я бы многого хотела, вслух читать и мяч катать, Я бы песенку пропела, я б могла похохотать. Да мало ли я чего хочу, мама спит, и я молчу. Луч метнулся по стене, а потом скользнул ко мне. Ничего, шепнул он будто, посидим в тишине. Кроме собственных произведений поэтессы, широко известно ее переложение стихов Тараса Шевченки, Леси Украинки, Льва Квитко. Они вошли во многие хрестоматии и антологии. Также собственные стихи Елены Александровны тоже звучат на языках многих стран. В иностранной литературе поэтессу больше всего интересовали поэты, написавшие для детей. Так она становится мастером перевода. Тема детских стихов Благинины определяется привычным кругом интересов для малышей. Родной дом, близкие люди, любимые игрушки. Животным в стихах выделено особенное место. В них как будто написан портрет, в котором учтено все до мельчайшей черточки во всем внешнем облике. Елена Благинина опиралась в своем творчестве на традиции народных корыбельных песенок, богатое наследие народной поэзии и классической русской лирики. И это помогло создать ей свой мир чистых и добрых чувств. Не забывала Елена Александровна и о взрослой аудитории, для которой у нее было выпущено два сборника стихотворений «Окна в сад» и «Складень». А также написана книга воспоминаний о ее самобытном супруге, русском поэте Георгии Абалдуеве. Елена Александровна прожила долгую жизнь, которая оборвалась 24 апреля 1989 года. Похоронена поэтесса в Москве на Кобяковском кладбище рядом с супругом. За свой труд Елена Благинина была удостоена ордена знака почета. Медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и вознаименование столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. А уже после смерти поэтессы в 2018 году в России учредили литературную премию имени Елены Благининой, которая присуждается за книги стихов для детей. Стихи Елены Благининой занимают достойное место в советской русской литературе для детей и взрослых. Большой вклад внесла она в развитие мировой художественной литературы. Благодаря стихотворениям Елены Александровны Благининой дети приучаются ценить и любить красоту родной природы к бережному отношению окружающему нас миру. Ее произведения помогают воспитывать нравственные качества.